Всем привет, я Даша. Это новый месяц начался, значит нужно читаться о прошедшем. Это был сентябрь 2021. Я продолжала читать Черкасова. И после «Хмеля» следующая книга идет «Кони рыжие». Сначала вы можете удивиться, кто это вообще, что за ной какой-то фигурирует в самом начале, где старые добрые люди из Белой Илани, из деревушки, их потомки. Что вообще происходит? А происходит то, что нас знакомят с Лениным и его эпохой. То есть до того, как он встал у руля, начал стену заправлять. И сам Харунжи-лебедь, вот этот самый ной, он с ним разговаривал. И вот эти вот все дела. Ну а потом ной встречает знакомую уже нам с вами Евдокию Елизаровну Юскову. И вместе с ней отправляется знакомые нам уже сибирские края. Очень тяжелая книга. Нам нужно читать последнюю книгу, заключительную, «Черный тополь». То есть, ну по названию все понятно, да, что заключительная третья часть релоги, последняя, где расстреляются все точки над им. И охватывается исторический период Транской войны и до 1953 года на смерть Сталина. Ну еще немножечко, чуть-чуть подальше вот это вот. Первого автора коснулось таких ключевых событий 20 века, его первая половина, как «Канцлагеря», «Жуткие тридцатые», «Расстрелы», «Голод» и прочие милые вещи. Кстати, несмотря на то, что по хронологии нужно читать «Хмель, конь рыжий, черный тополь», сам автор сначала написал после «Хмеля» «Черный тополь» и только потом «Коня рыжего». То есть, он там восполнил то, что ему показалось пробелами. Наконец-то я осмелилась прочитать «Ведьмака» Сапковского. Называется «Последнее желание». Я посмотрела в гугле по хронологии событий, именно эта книга первая. Странно, но мне не зашло, хотя обычно к фэнтези я весьма лояльно отношусь. Дело вот в чем. Я не люблю сборники рассказов. Мне нравятся длинные, затяжные истории, чтобы ты успела погрузиться в этот мир, проникнуться персонажами, привыкнуть их, возненавидеть их, презирать их, любить их. И когда читаешь рассказы, как-то их кратко сбивают с толку. К тому же здесь они все как-то хаотично очень расположены, и такое ощущение, будто не хватает какой-то предыстории или, наоборот, после истории. К каждому рассказу. Поэтому мне не зашло. Я, безусловно, дам этому автору второй шанс позднее. Но вот этот сборник «Последнее желание» на меня не произвел, к сожалению, положительного впечатления. Я ожидала гораздо большего. Видимо, популярность заключается в том, что он переначивает нам старые знакомые сказки. То есть здесь и Златовласка, и Белоснежка, и Виль Гоголя, и Альники Цветочек. Но все это он переворачивает вверх ногами, и положительные герои становятся отрицательными, отрицательными, положительными. Либо вообще непонятно, то ли это положительный герой, то ли отрицательный. И сидишь и как-то сомневаешься. Очень много пошлостей, грубоватых словечек. То есть все то, что я в книгах не приветствую. Также прочитала ошибки прошлого или тайны попавшего ребенка Дианы Чемберлен. Написано очень легко, очень увлекательно, не можешь оторваться ни на секунду. Это о девушке, у которой потрясающая академическая успеваемость, но при этом она производит впечатление невероятно глупенького человека, хоть и доброго. Хотя, учитывая то, что она сделала, слово «доброе» вряд ли к ней подходит. В общем, ее парень привалтывает ее похитить жену губернатора, чтобы выдвинуть ему определенные условия. И она ему, ну прям вот фактически беспрекословно, фактически не сомневаясь, подчиняется, прослушана говорит, да, да, я помогу, вопросов нет. Какие вопросы? Я говорю, что? Конечно, я все сделаю. Но кое-что идет не так. И происходит то, что происходит. Конечно, я не скажу, что именно. Но если вы думаете, что книга посвящена вот этому эпизоду, подготовка к похищению, сам факт, совершение преступления, то нет. Книга хватает аж десятки лет жизни принимающих участие в этом деянии и рассказывает о том, как они жили потом, что испытывали, и все в таком духе. Конечно, сейчас все это закончилось. Увлекательно, очень щитиво. Отдельная изюминка книги состоит в том, что несколько глав начинаются с цитирования писем матери главной героини. Но минус в том, что это начинает происходить до того, как тебе объясняют, чьи это строки, кому они посвящены и почему вообще в принципе написаны. Поэтому я бы на месте писательницы отсрочила появление этих строк до того момента, когда она пояснит, от кого эти письма. Также грядет ноябрь. В ноябре начинается международный литературный марафон в 30 дней. И считается, что за этот срок нужно написать 55 тысяч слов. То есть написать книгу, грубо говоря. Я в прошлом году принимала участие и за 20 дней в рамках этого проекта написала свою книгу «Перо», которую вы можете купить на Озоне, в Читай-городе, на Валберес и так далее. И так как скоро официальный ноябрь, я решила прочитать книгу основателя этого проекта Криса Бетти. Называется «Литературный марафон. Как написать книгу за 30 дней». Сам автор ничего нового мне не рассказал. Все это я, пережив на своем собственном опыте, извлекла какие-то свои собственные выводы, которые совпадают с мнением автора. Поэтому здесь для меня открытий не случилось. Но автор цитирует других победителей проекта своего за несколько лет. И вот их советы, они действительно хороши. Но несмотря на то, что здесь есть несколько советов, что сделать за месяц до начала проекта, я бы все-таки рекомендовала начать читать книгу, когда вы уже начали писать книгу, потому что она вдохновляет. Автор себе, к слову, противоречит, он рекомендует тщательно рассмотреть свое расписание, прям от и до малейшей мелочи, и исключить то, что не повлияет на вашу жизнь. То есть, если это не прием пищи и не, допустим, чистка зубов по утрам и вечерам, и не работа, вот все остальное просто убрать категорически. Но потом, спустя несколько глав, сам же расписывается в том, что во время, когда шел марафон, он мог писать, он пошел в ночной клуб. Еще предлагает, когда идет писать не одному, а собрать такую команду, которая тоже хочет что-то сотворить, и, допустим, какой-то отрезок времени выбрать, например, 20 минут, и как только произвенит таймер, прекращать всяческую работу над книгой, если придется, бить по рукам. Я такая сижу, позовольте. Но ко мне, допустим, музыка приходит, ну, только позови. Но к некоторым людям ее не могут дозаваться. Она к ним приходит с неохотой. И вот представьте, только к вам приходит муза. Вы только расписались, как я это называю, вошли в поток. И тут какая-то зараза вас бьет по рукам и говорит, прекращайте писать. Я бы этого человека покусала. Почитала Андрея Боголюбского, Алексея Карпова. Это документальная книга, посвященная ему князю с одноименным именем. Как мне кажется, автор здесь совершил одну ошибку. С самого начала он такой прям драйв преподнес своему читателю. Он очень эмоционально, эффектно описал жесточайшую смерть, кончину этого князя. Очень жесткую, очень прям вот, как будто ужастик смотришь или трейлер качественный, триллер, прошу прощения. Очень качественный триллер буду смотришь. И вот заканчивается описание этого убийства. И Капов начинает писать в своем обычном ритме по издаванию. Он мне нравится, он увлекательный, он не занудный. Вас не тянет сон, пока вы читаете. Но вы уже настроились на тот драйв, который вам дали в самом начале книги. И поэтому книга может показаться более унылой, чем она есть на самом деле. Из-за того, что вас зажгли этот огонючек, эту зажигалочку. Вы там раскочегарились, вы там приготовились дракониться. Я не знаю, одеться в лад, взять меч, пойти на абордаж. И тут вам начинают зоны. И как-то вот я бы лучше сыну этого жестокого убийства. Я понимаю, что это такая заманухочка. Смотрите, как здесь будет интересно. Но эта заманухочка, она дает легкое разочарование. Поэтому все-таки лучше в конце. И лучше задвиговать, что у него была такая жестокая смерть. Но подробности будет в последней главе, там, заключительной. Мне кажется, так было бы интересно. Книга интересна. Просто начало как-то сбивает с ритмики вообще всей книги. Прочитала книгу «Атлас счастья». Я крайне ею доручена, но обо всем по порядку. Книга – это своеобразный атлас мира оптимизма. То есть, это сборник небольших таких заметок, очень поверхностных. Такое суждение сверху, без погружения. О тех или иных странах, где рассказывается, в чем, так сказать, изюминку. Чему радуются жители этих стран. И в конце каждой заметочки резюмирование, пункты, как радоваться, допустим, по-датски или по-американски, по-индийски. Ну, вот такое. Я читала так вот с легким недоумением, потому как по мне это такой очень поверхностный взгляд, как я уже выразилась выше. Каково мое было удивление, когда в одной из глав я увидела «Россия». Думаю, о, как Россия, интересненько. К счастью, это была одна из последних заметок. Каждая заметка, помимо названия страны, в заглаве еще содержит кодовое слово, которое означает «счастье» вот в этой стране. В Америке это «homeness», «уют» по-домашнему. В Китае «синфу», «счастье», в Японии, в «аби-саби», принятие происходящего, по-моему. А в России я никак не могу с этим согласиться. Азарт. Мы что, в Лос-Анджелесе? Какой азарт? Ну, ладно, допустим, допустим. Я не права, например. Но суть книги, суть заметки сводится к тому, что мы любим страдать. Прием бани. Путешествие на поезде. Даже религия, вот эти, то, что в наших церквях нет скамейков католических, это истремление к страданию. Оказывается, русские любят страдать. Более того, там такой посыл. Нас в школе обучают не улыбаться. Каково? Автор делала на словах одно единственное русское. Без стремления понять что-то. Ох уж эта русская. Спасибо ей еще за то, что нам подлила масло в огонь насчет стилей клипного мышления водки. Спасибо, хотя о медведях и было лайки не сказала. Все, до этого момента я собиралась поставить книги в троечку с минусом. Но после заметки о России я влепила твердую единицу. Ну и наконец, последняя книга. Я начала трилогию «Сквои зеркала». Автор Кристель Дабо, или Дабо. Я очень прошу прощения, если я неправильно пронесла. Первая часть «Обруточенные холодом». Фэнтези. Шикарно. Я сначала мнение, что это вроде Гарри Поттера. Вообще нет. Вообще нет. Даже атмосфера другая. В атмосфере что-то среднее между Хаяо Миядзаки и Кёрстингир. Вот. В общем, смотрите. Существует мир. И там Бог, у Бога были что-то вроде, я так и не поняла, пока еще туплю, что-то вроде детей. И эти дети тоже вроде богов, но с меньшей мощностью, чем у Бога. И вот Бог, сколько раз я уже произнесла это слово. Он их разлучил, разделил мир на ковчеги. Ну, это что-то вроде континентов наших. На каждом ковчеге есть верховный дух. Ну, я пока познакомилась только с двумя ковчегами. Один очень похож на культуру эллинов, а другой на скандинавов. Такой вот этот верховный дух, он обладает мощным концентратом магии. А его потомки, они живут, они люди, живут на тех же ковчегах. Тоже обладают какими-то способностями, но гораздо более слабыми, чем у верховного духа. Они все потомки его. И вот должен быть заключен брак между обитателями двух ковчегов по дипломатическим причинам. Это потрясающе. Это так увлекательно. Меня за уши было не оттащить. Мне так понравилось. Я в таком восторге. Я посмотрела, какое счастье, что вышли все четыре части этого цикла. Потому что если бы какая-то из них еще не вышла, я бы сошла с ума отожидаем. Это так интересно. Просто неприятно всему. Если вы думаете, что здесь есть тот самый шаблон, где сначала неприязнь между двумя героями, между которыми могут быть романтические отношения, а потом они постепенно к другу претерпеваются и влюбляются. Я тоже так думала. Но нет, пока что еще нет. Что мне очень нравится, потому что такой шаблон, он фактически 98% книг. И немножечко меня уже начало так вот напрягать, приедаться. А так это восхитительно. Это очень увлекательно. 5 баллов. Вот. Это все, что я прочитала в этом месяце. Извиняюсь за некую сумбурность. Мне вчера удаляли зубь. И я, по-моему, все еще под воздействием анастезии их пришлось ставить несколько. Такая чувствительная оказывается. Вот. Выговорилась. Всем пока и до скорых книг.